Париж, Нью-Йорк, Лондон, Вашингтон, Москва. Добро пожаловать в эфир телерадиоканала Страна ФМ. Вообще весь мир сейчас смотрит и слушает Страну ФМ. Александра Хайрулина. Роман Шахов. И, друзья, мы очень рады представить вам нашего гостя. Сегодня будет очень много спорта в этом часе, потому что... Друзья, главный редактор издательского дома «Спортэкспресс» Максим Максимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада тебе, спасибо, что ты заглянул, потому что знаем точно и наверняка у издательского дома «Спортэкспресс» невероятное количество дел и заданий, и мероприятий, и спорта достаточно. И спорт, наверное, весь, который существует на планете. Да, поэтому за то, что ты выделил это время для визита к нам, спасибо тебе огромное. И физкульт-привет. Спасибо, что пригласили. Ну, давайте так расскажем, может быть, мало ли есть среди наших слушателей и зрителей, хотя бы несколько тех людей, которые не знают, что «Спортэкспресс», во-первых, это газета номер один о спорте в нашей стране, ежедневная газета. Это интернет-портал, потрясающий совершенно, насыщенный «Спорт-экспресс.ру», и это еще интернет-телевидение, которое, я так понимаю, с недавних пор у вас появилось, да? Ну, относительно. Ну, давайте в двух словах вообще о «Спортэкспрессе» поговорим. Мы в 91-м году было основано наше издание, и без ложной скромности я скажу, что тогда это произвело настоящий фурор на рынке СМИ, причем не только спортивных, не только отраслевых, но и вообще всех печатных, потому что это была новая волна, да? «Спортэкспресс» стал делать то, что они делали раньше, такой переход от советской журналистики к современной, да? Были за образцы взяты лучшие западные аналоги, плюс добавлено немножко там российской специфики, да? И с точки зрения контента, и с точки зрения подачи это произвело фурор, да? И многие потом издания, которые появились, и которые, соответственно, преобразились в новую эпоху... Это клоуны ваши. Ну, да, я могу, наверное, можно сказать, что в чем-то они брали за ориентир «Спортэкспресс». Ну, естественно, сейчас «Спортэкспресс» — это уже не просто газета, да? Мы сайт, и, как вы сказали, телевидение. Мы много внимания сейчас уделяем и мобильным технологиям, и активно развиваем соцсети. Есть приложения же, да? Да, конечно. У нас есть приложения, причем на всех платформах, iOS, Android и так далее и тому подобное. Мы очень сейчас внимательно следим за аудиторией мобильной, потому что не секрет, что в современном медиамире аудитория все больше и больше потребляет информацию не через сктоп, а через гаджеты и различные мобильные устройства, которые у всех находятся в кармане. Поэтому, да. А что касается телевидения, на самом деле идея родилась давно, и мы начали пробовать это еще в 2009-2010 году, было брошено много сил, была построена своя студия, были привлечены хорошие специалисты, со временем, естественно, это модернизировалось, модернизировалось, но сейчас, я могу сказать, у нас, правда, классные ребята есть, которые выезжают, и там, где мы имеем право снимать, мы делаем сюжеты, ролики, которые потом очень активны и хорошо расходятся по соцсетям. Ну, в этом плане мы тоже как-то фантазируем, придумываем. Но потока у телевидения пока нет, пока что мы не видим... Необходимости в этом пока, да? Да, это немножко нерационально, хотя не исключаю, что когда-нибудь к этому тоже придем. Хорошо. Все виды спорта, абсолютные и зимние, и летние, все спортивные мероприятия, вы все освещаете. Поэтому хочется спросить, сколько же человек тротится в Спортэкспрессе? Счет вообще есть? Существует или их там... Какое-то число, да, Максим? Ну, на самом деле, у нас не самый большой штат, но у нас очень профессиональная команда подобрана. Я всеми своими людьми горжусь, они прошли испытанием огнем, водой. Как, кстати, попасть туда потом расскажешь. Попасть очень сложно. Да, вот сначала... Надо быть фанатиком и сумасшедшим. Про количество, значит... Ну, про количество, на самом деле, если вы не забываете, что у нас несколько площадок, да, газета, сайт, мы еще перерабатываем контент специальный там и под соцсети, и под мобильные устройства. Такого, да. То есть достаточно большое еще количество технического персонала, который занимается не написанием статей или снять... Ну, не журналисты, а техники. Да, сюжетов, а технически, то есть они переупаковывают контент. Ну, вот с учетом, наверное, вместе всех технических служб, да, и журналистов, то это, наверное, порядка 80-90 человек, это редакция. Если говорить о творческом составе, то это, наверное, 50-60 высококлассных журналистов, редакторов, людей, которые ориентируются в современном медиа-мире, понимают, какие тренды, понимают, куда надо идти. И... Ну, плюс еще, конечно, достаточно большая сеть фрилансеров, потому что мы не можем позволить себе держать в штате всех, но, тем не менее, у нас есть люди в городах, и порой рационально их использовать, и для них это тоже статусно и важно, видеть свое имя на страницах сайта и газеты «Спортэкспресс». Главный редактор, он отслеживает абсолютно любой материал, который появляется, то есть это газеты, это и порталы, это материал, который выходит в эфир телевидения. Слишком хорошего мнения, честно. Есть замы Максимова. Это правда, да, это правда. Нет, конечно же, нет. Я бы просто сошел с ума. У нас в день появляется до 40-50 материалов. Действительно. И я не могу физически просто, да, и все их просмотреть. Я же говорю, здесь очень важно иметь команду, которой ты доверяешь, которые понимают твои требования, полностью им следует, и порой могут взять ответственность на себя. Безусловно, ключевые все материалы, ключевые интервью, вещи, которые формируют нашу редакционную политику, я просматриваю и вношу свою оценку. Но ряд обычных вещей, которые, можно сказать, там, топовых, достаточно руководителей творческих подразделений, они вполне с этим справляются. Ну, это здорово. Это ваша победа, удача, да, что такая очень хорошая команда. Насколько сложно попасть туда молодым журналистам? Расскажи. Спорт-экспресс, ну, легенда спортивной журналистики. Ты подумываешь, что изменить. Да, ну, просто люди, которые заканчивают факультеты журналистики и фанаты спорта. Или просто которые любят футбол. Интересуются. Ну, разные виды спорта. Почему футбол только? Ну, у нас огромное количество заявок, конечно, да. Ежедневно по электронной почте будет десятки, наверное, просьб. Повторяю. Постажироваться, попробовать себя, роли журналиста, потому что, ну, журналистика такая вещь, тем более спортивная журналистика, да. Многие мечтают быть спортсменами, но получается это уединиться, да. Тогда многие как раз идут в смежные отрасли, то есть либо спортивный менеджмент, да, конечно, либо спортивный менеджмент, либо спортивная журналистика. И очень много таких людей, конечно, просятся, хотят. Мы, на самом деле, открыты. Мы готовы дать шанс каждому, потому что для нас это тоже важно. Поиск чего-то свежего, новых кадров. Контакты на сайте. Контакты на сайте, да. Если ты выполнишь там два-три задания тестовых, и моя команда увидит в тебе потенциал, но проблем, вперед, пробуйся. Но надо понимать, что на самом деле здесь очень тяжелая специфика. Максим, мы продолжим обязательно, а у нас в эфир рвутся звери. Друзья, вы слушаете и смотрите Страну ФМ, правильно делаете. Сегодня у нас в гостях Максим Максимов, главный редактор издательского дома «Спорт-экспресс». Мы говорим о спорте, говорим о жизни, и вот не так давно появился, или, может быть, уже несколько лет, киберспорт. Да. Отдельный раздел есть на сайте спорт-экспресс.ру, или дефис, правильно, как вы рассказываете адрес? Хоть так, хоть так. Мы говорим дефис. Да, чтобы понять. Хорошо. И там отдельный огромнейший спорт, друзья, киберспорт, который, оказывается, все больше и больше набирает популярность и уже догоняет футбол. Правильно я говорю, Максим? Совершенно верно. Что это вообще такое? Зачем и кому это нужно? Это танкисты или кто это? Кто эти люди, Максим? Сейчас я попробую рассказать. Давайте сразу поясню. Я не считаю себя сразу специалистом в этой области. Поэтому, если нас слушают какие-то киберспортсмены, я где-то что-то неверное назову. Они сейчас в сети в боях. В отличие от олимпийских всех видов спорта, здесь я не могу сказать, что я очень уверенно себя чувствую. Если где-то какая-то терминология будет нарушена, вы сразу меня извините. На самом деле, где-то год назад меня позвали на кибершоу. И я был поражен. Полный ледовый дворец ВТБ. Море фанатов. Киберспортсменов. Фанатов. Там проходил финал. Я, к сожалению, не помню уже, как это точно называется, да, и боюсь тоже ошибиться в терминологии, но полный дворец. Люди болели, шумели, кричали, сходили с ума. На огромных экранах транслировался контрол-страйк. Сидели команды в будках. У них были тренеры. Это все было настолько круто. Там были фейерверки. Там было настоящее шоу. Хот-доги, автограф-сессия, на которую выстроилась бешеная очередь. И после этого я общался с организаторами. Они мне с гордостью говорили, что киберспорт набирает огромную популярность. Мы скоро сделаем все виды спорта. Да, и они сейчас по уровню интереса, по уровню интереса, они уже сейчас, по крайней мере, по их оценкам, не по нашим, обошли практически все виды спорта. Ну, естественно, кроме футбола. Футбол все равно номер один. Но уже полные дворцы, сумасшедшие бюджеты. Поэтому мы поняли, что если аудитория этого хочет, если этот продукт, контент, востребован ею, то почему мы не можем этого дать? Поэтому мы, собственно говоря, наняли несколько ребят, которые в этом разбираются, которые сами бывшие киберспортсмены. И, собственно говоря, предлагаем им творить. То есть в этом спорте большое количество спортсменов профессиональных, но просто тех уже, которые ушли из спорта? Нет. Нет, это все-таки люди, которые совсем не связаны с физическим спортом. Смотрите, там есть ряд дисциплин. Это стрелялки, контрол-страйк, это есть спортивные симуляторы, в первую очередь это FIFA, безусловно, футбол. Я от этого всего достаточно далек, но так как... Это может и к лучшему, Максим. Может быть, да. Но иногда, скажем так, у меня бывает в руках джойстика, и я могу поиграть в FIFA. Это единственная игра, которую я хоть как-то представляю, куда нажимать кнопку. За кого ты играешь, сразу скажу? Вот так вот, друзья. За сборную Россию. Я думаю, что это чаще всего происходит как раз-таки после игр наших спортсменов по футболу. Ты доигрываешь. Главное, редактор Спорт-экспресса приходит. Садится и побеждает. У нас в редакции есть приставка, джойстики, иногда ребята сражаются. Я, правда, редко, я крайне редко, но тем не менее бывает. И я сразу спросил, я говорю, вот я могу поиграть? Я могу стать профессионалом киберспортсмена? Они говорят, нет, уже поздно. Подожди, как они тренируются? Когда начинают они? В шесть нет, но координация движений и так далее уже все до 25. А после 25 уже ты можешь стать тренером, который определяет тактику, стратегию. Когда мы говорим о командной работе, то есть если говорить о стрелялках, то там четыре игрока, у каждого своя задача, они должны обыграть другую команду, у них стратегию, тактику определяет тренер, который находится в будке, каждому подсказывает, что делать, а тот уже воплощает план тренера уже на карте какой-то конкретной. Интерес, правда, фантастический. Я не могу сказать, что я этого до конца понимаю, хотя, возможно, я уже становлюсь динозавром. Но тем не менее, какое же это отношение имеет к слову спорт? Вот мне интересно. Когда я встречаюсь с людьми из киберспорта, они всегда так обижаются, когда им задают этот вопрос, вы даже не представляете. Они говорят, как же? Здесь же тоже важна реакция, координация, тактическое мышление. Ведь когда люди выходят играть в футбол, это же не значит, кто быстрее побеждает, не тот, кто быстрее бежит, если сильнее бьет. Тогда люди бы занимались бы легкой атлетикой. Здесь же важна и тактика, и командная игра, и взаимопонимание партнеров, и тактическая установка, и выполнение этой тактической установки. То есть важна не только физическая подготовка, которая тоже, конечно, должна быть на высшем уровне. А зачем она там нужна? Ну, должно быть и тактическое мышление. Вот в киберспорте тактическое мышление тоже важно. И реакция, и движение рук там, и так далее. То есть, видно, это, наверное, элементы какого-то спорта тоже в этом есть. Хотя еще раз. Станет ли он олимпийским, как думаешь? Не думаю. Не думаю. Не думаю. Мог достаточно, Международный олимпийский комитет, достаточно консервативная структура, чтобы пускать туда киберспорт. Скажи, пожалуйста, редакция у вас занимается ли спортом? Все-таки Спортэкспресс. Насколько спортивная команда у Спортэкспресса? Да, или может быть, Сапожник без сапог в данном случае? Нет, ни в коем случае. Конечно, у меня все очень спортивные ребята. Это, если... С утра зарядка. Норма ГТО сдают, прежде чем попасть на работу? Нет. Это не обязательно, но желательно. Это не обязательно, но желательно критерий. Но, тем не менее, у нас есть своя футбольная команда. Так. С кем же вы бьетесь? Мы по вторникам проводим тренировки в Лужниках, играем между собой, отбираем и участвуем в различных корпоративных турнирах. Иногда даже что-то выигрываем. Вот. Редакционный состав исключительно. Мы не зовем легионеров звездных, которые готовы сделать результат. Нет. Мы, правда, собираемся, иногда проигрываем, иногда выигрываем. То есть, ну, получаем удовольствие. Я тоже часто стараюсь, ну, часто играю. Порой, вот, в последнее время, к сожалению, все реже и реже веду достаточно плотного графика, но, тем не менее, да, мы все спортивные ребята. А вы на воротах или... Я? Да, ты. Нет? Я сейчас обидел. Тренер. Нет. Нападающий. Судья. Не-не-не. В самом деле, я в центре поля. Я в центре поля. Играю опорного полузащитника. Саша, вот все, понимаешь, я тоже не скажу, опорный полузащитник. Видимо, звучит красиво. Слово опорный мне нравится. Очень классно. И защитник тоже. Я знаю, что опорный подшипник бывает. Что касается нашего футбола, когда Россия станет чемпионом? В следующем году, конечно, хотелось бы, потому что чемпионат мира грядет. Через, друзья, несколько минут мы узнаем, пока Максим Максимов будет размышлять над этим вопросом. Пауза уже, пауза уже, да. Да, и мы сделаем сейчас небольшую музыкальную паузу, после которой вернемся, и все узнаем у этого авторитетного человека в мире спорта. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем общаться. Максим Максимов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». И мы сегодня говорим... Главный редактор издательского дома «Спорт-экспресс». Безусловно. Да, мы, конечно, говорим в основном о спорте. О спорте мы говорим о футболе, друзья. Прибавьте громкость, подвиньтесь поближе к экранам. Мы сейчас узнаем, когда же, наконец-то, счастливые благословенные дни наступят в российском футболе. По мнению твоему, Максим? Ну, конечно. Я верю, я верю. Сейчас как бы в трендах... Слезу смахнили. Да, ругать, ругать футболистов. А я верю. Конечно, футбол — это наша главная любовь, ну, и главная боль в последнее время, да, к сожалению. Каждый раз... А может, ну, может, в киберспорт? Нет, 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 нет. Все-таки футбол — это классика, это вид спорта номер один, это все равно огромная аудитория, люди этим болеют, люди за это переживают. Я знаю множество людей, которые по-настоящему, в хорошем смысле слова, больны футболом, для которых это огромная частичка жизни. И, конечно, этому виду спорта все равно большое внимание и СМИ, и болельщиков всегда будет уделено, несмотря на бурное развитие киберспорта. Ну, а если, конечно, говорить о нашей сборной, я очень надеюсь, что мы достойно выступим на чемпионате мира 2018. Достойно — это, конечно, не выиграем. Давайте тоже будем реалистами. Так, пока что нет у нас объективно того поколения игроков, чтобы реально претендовать на ведущие роли в мировом футболе. Но, тем не менее, это поколение как-то начинает просматриваться. В первую очередь, она просматривает на Кубке Конфедераций. Я расскажу одну историю. Для всех, кто не знает, мы в очередной раз не вышли из группы, но в отличие от всех предыдущих раз почему-то негативного фона не было вокруг нашей команды. Наоборот, ее игра, желание, страсть запали в душу болельщиков. Люди реально благодарили игроков. И у многих болельщиков появилась надежда, что эта сборная может быть прототипом той, которая может быть более достойной даже выступит на чемпионате мира 2018. Расскажу случай. Я тут был в Петербурге в начале июля, как раз во время финала Кубка Конфедерации. И там же параллельно проходил финал детского турнира «Футбол для дружбы». Соответственно, и награждение проходило, и его награждал ребят главный тренер нашей сборности, Станислав Черчесов, который прилетел посмотреть финал Кубка Конфедерации и заодно побывал на этом прекрасном, на самом деле, мероприятии, которое объединяет детей из разных стран мира. И перед награждением он заметил нас, там, журналистов Спортэкспресса, подошел поздороваться, пообщаться. И когда он к нам подошел, буквально мы там несколькими фразами перебросились, к Станиславу Саламовичу пошли болельщики, дети, взрослые, начали его благодарить, фотографировать. Не, ну кланяться нет, но я слышал из уст людей постоянные фразы «Спасибо, что вы это сделали». Я стою и думаю, что сделали? Мы не выходили из группы на чемпионате Европы 12-го года, на чемпионате мира 14-го года, на Евро-2016, когда вообще был скандал, Леонид Слуцкий подал в отставку и так далее. То есть результат, по большому счету, тот же. Мы в очередной раз не вышли из группы, не преодолели отборочный турнир и не вышли в плей-офф. Но, тем не менее, люди не ругаются, не ненавидят нашу сборную, не начинают считать зарплаты футболистов, а благодаря тренера и, правда, питают надежды и как-то с оптимизмом смотрят в будущее. Вот, получается, значит, видите, какая русская душа. То есть всегда простит и поймет, если увидит не безразличие и какой-то огонь в глазах. А эта команда, на самом деле, надо сказать, она правда играла, она правда старалась, она правда билась. Это было видно. То есть не было такого безволия, как это было, произошло на чемпионате Европы 16-го года во Франции, когда нас просто разорвал в последнем матче Уэльс. Максим, что касается футболистов наших, ну, понятно. А «Спорт-экспресс» готов к освещению чемпионата мира? 20-17? «Спорт-экспресс» всегда готов. Ну, для нас, конечно, Кубок конфедерации – это тоже была проверка. Кубок конфедерации была проверка для… Да, для всех, то есть для нашей страны как для организатора. И я сразу могу сказать, мы блестяще просто с этим справились. Это правда, да. Это хорошо. Я смотрел на организацию турнира, я был на чемпионате Европы 2016-го года, и был в ужасе, сразу могу сказать. Французы, на мой взгляд, я об этом даже писал на страницах «Спорт-экспресс», провалили турнир с организационной точки зрения. Твоя главная претензия к ним? Слушайте, я приехал в Марсель на матч «Россия-Англия». Тот самый Марсель, где были побоище, где было столкновение болельщиков с полицией, болельщиков друг с другом. Я был в ужасе. Я до этого был на чемпионате Европы 2012-го года в Польше. Какое я получил удовольствие. Такая атмосфера. Все люди отдыхают, пьют пиво, обнимаются, поют песни, кто кого перекричит. И я ехал во Францию за тем же. За вот этой сумасшедшей обстановкой, атмосферой праздника. Футбольного братства. Да. Вы даже не представляете, насколько это правда было круто и насколько это завораживало. И я приезжаю в Марсель, я в ужасе. То есть дым, драки. Я выхожу в центре города с вокзала. Вся площадь центральная завалена стеклом битым. Ты думал, «Безумный Макс» снимает очередную серию? Я был просто в полном ужасе, в шоке и так далее. Полиция, везде дым. Просто военное положение в городе. Я вам расскажу историю. За три часа до матча я попытался попасть на стадион. Ну, собственно говоря, три часа до начала матча России, но как-то надо выдвигаться в сторону стадиона. И я понимаю, что из-за беспорядков общественный транспорт не ходит. Такси не найти, потому что все таксисты попрятались от этих боев. И я не знаю, как. Ну, не идти же мне пешком. Я по незнакомому городу Марселю. Я с трудом нахожу кое-как, ловлю такси, буквально там не прыгая чуть ли под него, под колеса, чтобы он остановился, сажусь. Дальше нашу машину преграждает пьяные англичане, которые кричат, чтобы мы вышли и так далее и тому подобное. Полиция выглядит жалко, беспомощно. Они просто не предвосхитили никакие эти... Я был в ужасе, правда. И сейчас, когда я вижу, как мы организовали Кубы конфедерации, у меня просто гордость. Ура! У меня просто гордость. У нас все четко, все слажено, все отлично. Нет никаких... С одной стороны, я не вижу кучу полиции. Везде волонтеры, они везде улыбаются, они говорят на английском языке. Они приветливы, они всегда четко подскажут, куда что. Опять вот эта атмосфера праздника, которую я видел в Польше в 2012 году. И, конечно, то, что команды остались тоже очень довольны. Не только со стороны болельщиков, но и со стороны, собственно говоря, спортсменов. Даже главный тренер сборной Германии, победитель Кубы конфедерации на итоговой пресс-конференции выразил благодарность России. Сказал, что у вас фантастическая страна, фантастическая организация. И это главный повод вообще для гордости. Мы это сделали, мы как организаторы на это способны. И следующий мы сделаем еще лучше. Ой, не остановить время, друзья, можно было бы говорить еще дольше. Но мы стараемся все-таки все выспросить, что хотели у нашего гостя. Итак, у нас сегодня... Конечно, все, кто любят спорт, они сейчас обязательно смотрят нас и читают обязательно Спорт-экспресс. Главный редактор издательского дома Спорт-экспресс Максим Максимов в гостях. Максим, я хочу задать следующий вопрос. Огромное количество интервью, конечно же, полный отчет о всех мероприятиях, в общем, очки и так далее и тому подобное. Но почему же нет раздела о личной жизни? Ведь вы же непосредственно в такой близости находитесь к этим спортсменам, и они кому, как не вам, могут рассказать все подробности. Вот где мы, фанаты, не сколько спорта, сколько, может быть, некоторых просто спортсменов, должны узнавать о них подробности, да. Не приходила вам в голову такая мысль? Нам, конечно, приходила в голову такая мысль, и часто. Но, смотрите, мы все равно так или иначе качественное, серьезное аналитическое издание о спорте. Все равно для нас на первом месте всегда будут, как вы сказали, голы, очки, секунды, да. Спорт, я люблю повторять, особенно своим журналистам, которые очень часто много пишут и много количества букв, я говорю, меньше букв. Спорт все равно это в первую очередь цифры, цифры на табло, рекорд, счет, это всегда цифры, да. Поэтому все равно спорт для нас первичен, да, мы эксперты в области спорта, и мои журналисты являются лучшими аналитиками, они понимают глубинные процессы спорта и так далее и тому подобное. Поэтому вы ничего не пишете еще и про рыбалку Киржакова. Мы не пишем о рыбалке Киржаковой. И, безусловно, мы уделяем этому тоже внимание и даем кусочки светской жизни. Но надо понимать, что так как мы авторитетные и серьезные, для нас мы уважаем тоже личную жизнь спортсмена. А спортсмены не всегда любят рассказывать о своей личной жизни. Да, у нас большое количество интервью, очень большое. У нас есть рубрика «Разговор по пятницам». Вот. Это одна из самых топовых наших рубрик, которую ведут два обозревателя. Александр Кружков и Юрий Галышак. И там абсолютно сумасшедшие бывают истории вокруг спорта. Откровения. Откровения, интриги, расследования. Откровения, расследования, да. Потрясающе. Поэтому мы, конечно, этому тоже уделяем внимание. Но ровно настолько, насколько, собственно говоря, люди готовы приоткрыть перед нами завесы своей личной жизни. То есть сидеть в кустах и вылавливать какие-то интимные подробности жизни. Мы этого не будем делать. Потому что все-таки мы аналитическая, качественная СМИ. Молодцы. Но если, говорю, вас интересуют какие-то такие интриги, тайны, разговор по пятницам, это Special for You. Вот молодец, настоящий менеджер, правильно. Скажи, пожалуйста, как ты оказался в Спортэкспресс? Как ты вообще оказался в этом деле? Это увлечение, любовь спортом с детства? Был болельщиком, был спортсменом. Как у тебя сложилось? У меня очень все интересно сложилось. Я всю жизнь занимался спортом. Каким только спортом я не занимался. Я занимался профессиональным плаванием, боевыми искусствами, конечно же, футболом, теннисом большим, настольным. Прочее-прочее, не буду перечислять. Баскетболом, волейболом и так далее и тому подобное. Но я всегда хотел быть именно в спортивной журналистике. Ну, достаточно с раннего возраста. Я писал статьи и так далее. Поступил на журфак и стажировался по спортивной тематике. И пришел в Спортэкспресс по объявлению, когда мне было 18 лет. 18 лет это было достаточно давно. И прошел конкурс и стал, если сейчас правильно вспомню, я стал заместителем ответственного секретаря отдела футбола. Как там все серьезно? Весомо звучит. 18 лет, да, для меня это была гордость. 18 лет я попал в Спортэкспресс, я пошел в штат. В штат сбылась. Да, вокруг одни легенды спортивной журналистики. Это было очень круто. И вот сейчас я уже 13 лет в Спортэкспрессе. Долгое время в отделе футбола, насколько мы знаем, да? Я работал, да, на разных должностях. Я был заместителем ответственного секретаря отдела футбола, как классно звучит. Потом был ответственным секретарем всего издания. Потом, да, я возглавлял отдел футбола. И потом, вот сейчас я стал главным редактором уже третий год. Вот сейчас пошел с 1 июня официально до 2015 года. Сейчас пошел третий год. И поэтому, ну, Спортэкспресс это мой дом теперь уже. И это реально огромная частичка жизни, без которой я просто не представляю свое существование, там, свой быт и так далее и тому подобное. История успеха получилась у нас, Саша, понимаешь? Да. Максим Максимов, да? Очень красивая история. Что еще, кроме спорта, кроме профессии, тебя увлекает? Ну, есть какие-то, может, хобби, как-то любишь отдыхать активно, пассивно. Лето на дворе. Слушайте, моя работа, вообще, спортивная журналистика, это постоянный драйв. Надо понимать, да? Ты постоянно находишься в круговороте событий. Ты знаешь все, где что случилось, почему это случилось, как это надо подать. О чем можно сказать, о чем лучше умолчать и так далее и тому подобное. Это же масло тонкости. Да, и эта тонкость одна из основных, если мы говорим о качественном, опять-таки, СМИ. Да, поэтому, конечно, когда через твой мозг проходят эти бешеные потоки, информационные потоки, сил ни на что другое, честно, не остается. Я прихожу домой, выжатый как лимон, порой у меня рабочий день длится по 14-15 часов, порой это бывает неделя без выходных. И даже если ты взял выходной и не едешь там в редакцию, на встречу, в офис и так далее, да, ты все равно постоянно на связи, с тобой постоянно советуются, тебя просят посмотреть какие-то ключевые материалы и так далее. То есть жизнь в режиме нон-стоп. Поэтому не могу сказать, что у меня какие-то есть огромные хобби. Если у меня есть один день свободный, когда я могу не ехать в офис, то я, конечно, занимаюсь абсолютно личными, семейными делами какими-то. Но помимо спорта, я разве что еще люблю автомобили. Автомобили — это моя страсть, любовь. Ну все такое мужское очень. То есть у меня все по классике, видите, все скучно. А отпуск, ну отпуск, он где все-таки предпочтительнее для тебя? Да, не знаю, это море или это туризм? Я обычно это миксую. То есть это несколько дней обязательно поваляться, чтобы, знаете, отойти. Но тем не менее все равно звонки идут регулярно, тоже надо поднимать. Но долго тоже не могу. То есть не отвлекайте, пожалуйста, во время отпуска Максима Максимова. Если есть возможность, ну потерпите. Ну невозможно, нельзя. Три-четыре дня ты валяешься, отдыхаешь, немножко отмокаешь, а потом уже становится опять скучно. То есть ты берешь машину и едешь куда-то... И уже что-то мой телефон молчит. Да, едешь куда-то путешествовать, увидеть что-то новое, интересное, ну а потом уже, а потом это наркотик же тоже, да. А потом это выкладываю в Инстаграм. Вот выкладываешь? Выкладываю, ну выкладываю, но не могу сказать, что я прям какой-то активный пользователь соцсетей. Я за ними слежу всегда, да. Я подписан на множество журналистов, спортсменов. Я слежу за всеми каналами. Но сам как-то так свою личную жизнь придавать большие огласки, я все-таки небольшой любитель. Спасибо огромное тебе. Невероятно приятное знакомство. Спасибо. И очень много интересного рассказано сегодня. И вам спасибо. Спасибо. Издательскому дому, Спортэкспресс, большой привет. Успехов вам. Спасибо за вашу потрясающую работу. Ну и будем рады всегда. Спасибо, друзья. Читайте Спортэкспресс, смотрите телерадиоканал Страна ФМ. До скорого. Пока. До свидания.